Сегодня вторник и в нашем эфире рубрика «Что с воздухом?». В ней мы рассказываем о состоянии атмосферы в Красноярске за минувшие 7 дней. Слово моей коллегии Дине Володиной. Итак, что с воздухом, чем мы дышали с 21 по 27 июня. Информация мониторинга по стационарным постам наблюдения в Красноярске. Неделя была довольно спокойной. Превышение диоксид азота фиксировали в солнечном 21 и 22 июня. В Черемушках в начале недели был обнаружен формальдегид. В районе пункта наблюдения в Покровке наблюдалось превышение и бензопирена, и формальдегида. На минувшей неделе на телефон горячей линии Министерства экологии поступило 6 звонков с жалобами на загрязнение атмосферного воздуха и выбросы предприятий. Передвижная лаборатория выезжала 11 раз, в том числе дважды были взяты пробы. На минувшей неделе превышений они не обнаружили. Напомню, в Министерстве экологии призывают красноярцев звонить на телефон горячей линии, потому что активность и неравнодушие людей тоже помогают выявлять незаконные источники загрязнения воздуха в городе. Из важного на минувшей неделе. На улучшение экологии Красноярск уже в этом году получит почти 2,5 миллиарда рублей. Об этом стало известно в ходе визита в Красноярский край заместителя председателя правительства России Виктории Абрамченко. Напомню, наш город вошел в федеральный проект «Чистый воздух». Для Красноярска разработан комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Мы получили возможность, и мы обсудили комплексный план города Красноярска, и получим новую редакцию в самые ближайшие дни, даже не месяцы. По газу Виктория Валерьевна высказалась очень недвусмысленно о том, что она поддерживает идею газификации Красноярского края. И будет всячески лоббировать на федеральном уровне прохождение той самой силы в Сибири-2. До 2024 года уровень выбросов должен сократиться в Красноярске на 22%. К слову, по данным экспертов, за последние пять лет объем выбросов уже снизился чуть меньше, чем на 14%. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» в городе уже замещено 10 малых котельных. В 2021 году в Красноярске прекратят свою работу еще 20. До 2024 года в нашем городе планируют закрыть в общей сложности 60 котельных с низкими трубами. Как предполагает в Министерстве экологии, такая мера будет иметь ощутимый экологический эффект. Побывала Виктория Абрамченко и на алюминиевом заводе, и для таких крупных предприятий, как Крас, сейчас краеугольный вопрос – это разработка отечественных автоматизированных датчиков, улавливающих бензопирен. Задача, которая сегодня стоит перед предприятием – это снижение выброса этого токсичного соединения до 97% к 2030 году. Это прежде всего знак серьезности намерений со стороны Федерального центра по отношению к тем проектам, которые реализуются в Красноярском крае. Потому что, собственно, и сам Руссел и краевые власти знают и говорят о том, что Крас будут модернизировать, серьезно будут модернизировать, переходить на новую технологию более экологичную. А сейчас, и как договаривались, будем сравнивать воздух в Красноярске с другими мегаполисами, оценивать будем по показателю ПМ 2,5. Другими словами, это мелкая пыль в воздухе. Итак, 28 июня, понедельник, вот как обстояли дела в европейских столицах. Из расчета 1 микрограмм на кубометр. В Лондоне 9 единиц, в Париже 5,2, в Милане показатель составил 11,7 единиц. А вот в столице России, Москве, в этот понедельник показатель самый высокий – 16,7. В Красноярске же довольно ветрено и показатель самый низкий – 3,5 единиц. Это лучше, чем во всех вышеназванных столицах и соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА